Добрый день, уважаемые коллеги! И говорят о речи и о мышлении ребенка, безусловно. Но эта тема актуальна. Здесь есть еще такие аспекты, на которые мы, конечно же, с вами, уважаемые коллеги, должны обращать внимание. И сегодня мы постараемся вот некоторые аспекты этой темы рассмотреть. Значит, свой вебинар я построю следующим образом. Немножечко теории, общие рассуждения. Затем будет интерактив, будут некоторые задания, которые мне очень хочется, чтобы мы с вами вместе сделали, да, что-то обсудили, что-то нашли. То есть будем коммуницировать, будем вступать в мультилог и взаимодействовать. Надеюсь, вы не против. Отреагируйте, пожалуйста. Итак, речь и мышление. Безусловно, речь и мышление – это важнейшие, важнейшие, это основы, это фундамент, важнейшие составляющие развития ребенка. Развитие ребенка. Здесь влияет очень много факторов, безусловно, на то, как развивается речь, почему она такая, да, начиная с внутриутробного развития ребенка, с родов, как они протекали, как они проходили, в каких условиях, и первые три года жизни ребенка. Здесь сказывается все, и физиологическое развитие, и экологическая составляющая, и среда, и семья, в которой он растет. Но ни для кого не секрет, уважаемые коллеги, что сейчас, вот на современном этапе нашей современной жизни, очень много детей, все больше их становится, у которых есть проблемы с развитием речи. Речь и мышление – взаимосвязанные две такие важные составляющие, да, и здесь, опять-таки, очень много факторов. Если мы с вами посмотрим вот через призму истории, через призму истории на данные аспекты, то мы поймем, что, наверное, это такая вот тенденция необратимая уже, да, необратимая. С чем это связано? Причин много, безусловно. Это и, как я уже сказала, внутриутробное развитие, это и фактор родов, это и первые три года жизни ребенка, как они проходили с инфекционными заболеваниями, без них, среда общения. И, конечно же, техногенный фактор, он тоже сказывается на данном аспекте, то есть он влияет так или иначе на речь и мышление современных детей. И мы понимаем, что все это меняется, к сожалению, где-то не в лучшую сторону, да, то есть разные у нас уже есть исследования на эту тему. И вот здесь мне хочется обратиться, конечно же, к работам величайшего советского психолога Выгодского Льва Семеновича и процитировать некоторые такие теоретические положения, которые он выдвинул о мышлении и речи. Облака мыслей, гонимые ветрами мотивов, проливаются дождем слов. Отношение мысли к слову есть, прежде всего, не вещь, а процесс. Это отношение из движения от мысли к слову и обратно, от слова к мысли. Это отношение представляется в свете психологического анализа, как развивающийся процесс. Речь по своему строению не представляет собой простого зеркального отражения строения мысли. Поэтому она не может надеваться на мысль, как готовое платье. Речь не служит выражением готовой мысли. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершенствуется в слове. Вот так считает Выгодский. Мысль не просто выражается в слове, но и совершается в нем. В нашей речи всегда есть задняя мысль, скрытый подтекст, так как прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует прокладывания сложного пути. Значение слова не константно, оно изменяется в ходе развития ребенка. Вот такие основные положения. Мы понимаем, что основная функция языка, да, конечно же, коммуникативная, то есть это связь, это общение, да, но и вторая, самая важная функция языка, да, это мысли формирующие. Поэтому, безусловно, развитие речи ребенка, соответственно, и развитие мышления ребенка очень важно для его дальнейшего обучения, для его дальнейшей социализации, для его дальнейшего профессионального роста. И все это нужно делать своевременно и, наверное, в зависимости от тех особенностей ребенка, да, которые мы видим. Вот. Даже если, даже если у нас в порядке и в норме речь и мышление, то есть все в соответствии с нормой развивается, у нас существуют различные классификации речевого развития ребенка. Да, их очень много, и Леонтик нам предлагает, да, и Листина нам предлагает, то есть очень много психологов, психолингвистов об этом говорят. Вот. Даже если у нас все в норме, мы, тем не менее, огромнейшее влияние, огромнейшее внимание должны уделять этим аспектам. Речь. Вот здесь хочется сконцентрировать ваше внимание на следующей мысли. Поскольку речь тесно взаимосвязана с мышлением, то она служит средством выражения внутреннего мира ребенка. Безусловно, это так. Первоначально она обслуживает эмоциональную сторону души, а затем и интеллектуальную сферу. То есть происходит постоянный процесс совершенствования, изменения, углубления, да, вот в данном аспекте, да, речи и мышления. И вот здесь, посмотрите, пожалуйста, существуют разные виды мышления, но мы сталкиваемся с вами с детьми дошкольного возраста и с детьми начального возраста, да, именно сейчас вот у нас такая аудитория, и вы именно с такими детьми работаете. По стадиям развития в антогенезе выделяют наглядно действенное мышление, наглядно образное и словесно-логическое мышление. То есть вот постепенно у нас мышление преобразуется. Ну и дальше мы можем говорить о креативном мышлении, да, и так далее. Сейчас, сейчас вот такой поток информации, вот такой вот техногенный фактор, безусловно, где-то эту мысль нужно, безусловно, доносить до современных родителей. Вы прекрасно знаете, что для того, чтобы развивалась речь правильно, с ребенком нужно говорить, он должен слушать очень много устной речи, да, устной речи, он должен развивать моторику. Вот здесь очень много факторов и очень много различных упражнений, методик. Но для того, чтобы развивать логическое мышление, это очень важно, вот здесь нужно умение анализировать, сравнивать и обобщать. То есть для того, чтобы ребенок в дальнейшем смог созидать, смог создавать что-то, придумывать, изобретать, вот у него должно быть развито логическое мышление. Сейчас у нас есть проблема такая, возник новый тип мышления, назвали его клиповое мышление, да, клиповое мышление. Вот это вот такая тенденция современная, не очень хорошая, то, что ребенок видит картинку, да, и вообще подросток, студент, видит картинку и запоминает здесь и сейчас информацию. Да, методисты уже думают, как работать вот в этом ключе, и уже предлагают такие методики, как работа со схемами, с таблицами, с различными кластерами, да, для того, чтобы как-то перестроиться в восприятии информации. Вот, но, тем не менее, очень важно, очень важно для того, чтобы и речь, и мышление развивались гармонично, развивать, конечно же, логическое мышление. Еще хочется обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на следующую мысль Зиньковского о том, что детское мышление является настоящее мышление. Дети мыслят больше, нежели мы, взрослые. Мы слишком много знаем, имеем слишком много готового знания. Дитя же находит себя в совершенно незнакомом мире, в котором все еще непонятно, все занимательно, интересно. И дитя с чрезвычайным возбуждением и жаром стремится все узнать, со всем познакомиться. Мысль детская работает непрерывно и напряженно. Центр психической работы у ребенка лежит не в его интеллекте, как мы уже сегодня с вами отмечали, да, в работах Выгодского, а в эмоциях. Но это вовсе не ослабляет работа мышления, только придает ей другой характер. Детское мышление, прежде всего, является предметным, конкретно это мышление по аналогии. Первоначально, изначально оно такое. И вот исходя из важности работы над речью, над мышлением ребенка, да, здесь можно, очень много разных методик существует, приемов, работы, упражнений. Вот мне хочется сегодня с вами сосредоточиться именно на следующих трех аспектах. Это работа со словами, то есть как можно ее построить, потому что нам важно расширять лексикон ребенка, обогащать его словарный запас. Это работа с картинами, то есть мы с вами преследуем, так скажем, несколько, да, целей и рассматриваем несколько аспектов. У нас есть не только языковая, лингвистическая, но и лингвокультурологическая или культурологическая компетенция. Поэтому работа с картинами через слово, через картину мы еще и постигаем произведение искусства, что очень важно для развития ребенка, для развития его мышления и воображения в том числе. И, конечно же, работа над головоломками и логическими задачами. То есть все это очень полезно для того, чтобы мы с вами вот именно воспитали такую языковую личность, которая способна что-то сама созидать. Это важно, потому что сейчас мы столкнулись с такой проблемой, то есть у нас меняется мышление, меняется мировоззрение, меняется сам человек. А нам нужно, чтобы все-таки современный человек, его мозг, он развивался, и он был сильнее, сильнее и, наверное, выше всех техногенных факторов. Так, и давайте посмотрим. Работа со словом. Работа со словами, да, можно так сказать. Вид этих упражнений направлен на работу с конкретным словом и его лексическими и грамматическими признаками. То есть вот такую работу со словами мы можем проводить с детьми различного возраста и абсолютно на различных этапах. Будь то урок, будь то у нас какие-то игровые формы, то есть абсолютно везде мы должны работать со словами. И вот давайте посмотрим. Давайте начнем работу, уважаемые коллеги. Значит, это интерактив в том числе. Пожалуйста, в чате пишите, да, если вопросы возникают, задавайте в рубрике «Вопросы», вот чтобы у нас была обратная связь. Вот, например, можно предложить детям такую игру. Кто больше? Вот я взяла такую картинку. Здесь можно взять любую картинку, любое изображение, главное, чтобы оно было качественным, да, по цветовой гамме, по исполнению. И такая задача, лингвистическая задача – назвать возможные синонимы к этому слову. Наличие картинки закрепляет визуализацию. И вот здесь очень важно, то есть синонимы, богатство, русского языка. Что такое синонимы? Это слова одной части речи. Одной части речи, которые отличаются оттенками значения, которые отличаются стилистической окраской, а может быть, степенью устарелости или новизны. Вот здесь мы видим такой предмет, да, предмет – это кто. И, пожалуйста, в чате можете писать. Подберите, пожалуйста, синонимы к этому изображению, к этой картинке. Пожалуйста, реагируйте, уважаемые коллеги. Здесь у нас дано существительное. Вы меня слышите? Хорошо, замечательно, спасибо. Да, щенок, собачка, собака. Замечательно. Верность. Щенок, пёсик, собачка. Вижу, замечательно. То есть, посмотрите, дано существительное. То есть, мы понимаем, значит, во-первых, мы подбираем существительные, да, таким образом, ну и мы подбираем синонимы. То есть, мы работаем над лексикой и над грамматической или морфологической составляющей. То есть, мы обогащаем лексикон в данном случае именами существительными, да. Мы можем предложить какое-то имя прилагательное. Мы можем предложить глаголы. Таким образом, вот эти синонимические ряды, хорошо, вижу лексику разную абсолютно, замечательно, синонимические ряды будут выстраиваться. Так, ну и вот давайте посмотрим, да, вот, например, синонимы из того, что у нас есть в чате, я вижу. И здесь, посмотрите, пёс, дворняга, я вам предлагаю, собачонка, дворняжка, моська, щенок, пёсик, жучка, шарик, бобик, полкан. Вот, кстати, дети могут дать и вот, вот, ваше взрослое восприятие, я вижу в чате, и дети, они могут дать именно вот, как раз-таки, как синонимы, различные клички, да, клички собак. Замечательно. Вот такую можно работу проводить. То есть, она обогащает наш лексикон и учит выстраивать синонимические ряды. Далее. Работа с картинами. Следующий аспект. Ну, картины, картины. Безусловно, здесь хорошо бы подбирать картины известных художников, но доступные для понимания детьми определенного возраста. Безусловно, хорошее качество, да, что было. Вид этих упражнений направлен на развитие механизмов построения предложений с конкретным типом речи. При этом ребенок пользуется монологической формой речи. То есть, посмотрите, тип речи, что это будет? Описание, мы, может быть, что-то будем описывать, да, описание. Или это будет повествование, или это будет рассуждение. Изначально, да, все-таки дети дошкольного возраста – это описание, потом это повествование. И уже потом, в более старшем возрасте, уже обучаясь в начальных классах, да, мы учимся и рассуждать. Хотя уже первые попытки мы можем делать в детском саду. То есть, некие суждения мы уже строим. Вот. И здесь, посмотрите, да, основная форма у нас общения, например, в дошкольном возрасте – это диалог. Но мы учимся строить в данном случае, работая с картиной, над монологической формой речи. То есть, мы учимся строить монолог. И вот давайте посмотрим, как здесь можно поработать. Ну, давайте тоже вместе. Я вам предлагаю интерактив. Значит, что спрятано за квадратом? Ну, здесь может быть любая фигура, вы можете использовать круг, прямоугольник и так далее. Ну, для что-то подобия квадрата. То есть, я предлагаю картину. Мы визуализируем. Вот здесь уже пошли предложения. Замечательно. То есть, что спрятано за квадратом? Мы видим девочку, которая сидит, да, на таких мостках и рыбачит. Или, если это было бы в прошлом, мы бы сказали удит. Удит. Вот здесь вижу ведерко, ведро, кот, кошка, корзина. Щенок кто-то написал, да, кошка. То есть, за квадратом спрятан котенок. Замечательно. Кто-то думает ведро. То есть, раз она рыбачит. Мы здесь видим рыбок, да. То есть, вот здесь, во-первых, ребенок визуализирует, рассматривает картину. Он размышляет, он думает. И он приходит к каким-то умозаключениям, уважаемые коллеги, да. Вот вы пишете, да, то есть, ведро, ведерко, банка. То есть, вам думается, что она ловит рыбу. И, соответственно, стоит какая-то емкость для вот этой вот пойманной рыбы, да. Вот. Хорошо. Спасибо за обратную реакцию. Очень приятно. И вот правильный ответ. Посмотрите, мы открываем. И кто же у нас здесь? У нас здесь друг, собачка. То есть, она здесь рыбачит не одна, она рыбачит с другом. И вот здесь можно описать, да, то есть, что мы видим на картине, что у нас на переднем плане, как одета девочка, о чем она думает, да, что она делает, вот, какое у нее лицо, внешность, какой у нее друг, какая собака. То есть, вот здесь можно очень хорошо тоже поработать над синонимами в том числе. Вот даже мы, если работаем над именем прилагательным, например, да, имя прилагательное качественно, оно как раз-таки вступает в синонимические отношения. Вот. Я, например, беру, да, у нас вот здесь у нее юбка. Юбка какого? Кораллового цвета, я бы сказала. Для меня это коралловый цвет, мы опять-таки, как вы на мониторе видите, то есть, какое отражение, да, какое цветовое преломление у вас идет. Вот. Коралловый. Вот давайте подберем синонимы к слову коралловый. Юбка коралловая, красная, еще какая. Какие вы синонимы можете подобрать к слову коралловый, красный? Продолжите, пожалуйста, синонимический ряд. Вот. Так, так. Алый, еще. Ярко-красный, темно-красный, розовый, замечательно, пурпурный. Так, еще. Багряный, багровый, ферролитный, маренговый, малиновый, да, замечательно, вижу. Вот. Но яркий просто нельзя, ярко-красный надо. Ярко-красный, темно-красный, вот такие вещи. Вот. Оранжевый мы сюда не отнесем, это у нас будет другая группа синонимов. Вот. Хорошо. И так можно по цветам пойти. Например, бант. Какого цвета у девочки? Он синий. Опять мы подбираем синонимы. Таким образом развиваем лексикон, развиваем речь, развиваем мышление ребенка. Мы думаем, так, сизый, это серый, уважаемые коллеги, не берем. Так, давайте, к слову, синий. Синий возьмем, небесный подойдет, васильковый, пусть будет прилагательный, должны быть у нас, лазурный, темно-синий, изумрудный. Изумрудный. Фуксия – это вот цвет то, что вот вы, наверное, видите здесь на палитре, там, где чат у вас идет. Нет. Значит, голубой пойдет, да, васильковый, да. Изумрудный – это зеленый, уважаемые коллеги. Индиговый подойдет, это тоже синий. Морской, морской волны. Светло-синий, темно-синий, небесный, да, вот это все подходит. То есть вот у вас анонимический ряд прилагательный синего цвета. То есть так вот мы можем описать еще, помимо того, что мы угадали, да, узнали, что здесь, то есть мы мыслили, мы размышляли, и мы еще с вами подобрали синоним, поработали с этой картиной. Идем дальше. Вот следующая, пожалуйста, картина. Мне очень интересно, как современные дети интерпретируют эту картину. Пожалуйста, уважаемые коллеги, что спрятано за квадратом, как вы думаете? Здесь у нас сидит мальчик и девочка, да, дошкольного возраста, они сидят на бревне, известная картина. А вот, и вот здесь предположение. Кто-то думает планшет, кто-то телефон, вот видите, веяние техногенного фактора. А кто-то думает, что это, да, 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 хорошо, и черепаха, и книга, все-таки книга, да, машинка, журнал, хорошо. То есть абсолютно разные предположения, то есть мы с вами мыслим, и вот мы думаем, что же у мальчика вот в руках, да, вот. Ну и, конечно же, это книга, то есть они сидят и рассматривают картинки. Но здесь опять-таки мы можем выстроить монолог, мы можем выстроить именно суждение по этой картине, да, кто изображен, как изображен, что они делают, как они сидят, какие цвета, какая цветовая камба здесь присутствует, какое настроение у детей. То есть вот это элементы описания, элементы описания в своем монологическом, да, высказывании мы опять же можем использовать. Хорошо, замечательно. Так, идем дальше. Вот следующий вопрос. Что спрятано за квадратом? Ну я брала известные картины, посмотрите, опять-таки вот эпоха, да, определенная, дети, вот мы здесь видим, это море, это побережье, вот давайте подумаем, вот там что у нас вдалеке, белеет парус одинокий в тумане моря голубом, да, вот кто-то думает, что камешки собирают, ракушки, кто-то думает, что это кораблик, черепашки, ракушки, то есть дети играют на побережье, вот здесь мы видим ведерко, так, замечательно, хорошо, я вижу ваши ответы, крабики, да, ведерки, то есть абсолютно разное суждение, то есть что же у них в руках, девочки что-то там делают у нас, волны, солнце, они загорают, тепло очень, замечательная погода, такая цветовая гамма, посмотрите, такой морской пейзаж, который сливается с горизонтом, водоросли, песочный замок строят, да, кто-то даже подумал, что это белье, ракушки собирают, да, хорошо, то есть ответы у нас разные, да, коллеги, вот, ну и давайте посмотрим, давайте посмотрим, что же спрятано, вот посмотрите, здесь очень интересно, у нас вдали такие корабли виднеются, да, белеет парус одинокий в тумане моря голубом, это у нас Михаил Юрьевич Лермонтов, и вот здесь, вот, наверное, современным детям тоже будет сложно догадаться, что можно вот такие вот кораблики, да, пускать по волнам, ну вот это вот картинка такая из прошлого, да, а мальчик кораблик запускает, да, то есть у них вот кораблики, вы видите, вот кто-то правильно ответил, кто-то другие предположения высказал, но мы с вами подумали, у нас заработало воображение, у нас заработало мышление, и вот здесь не просто, да, нужно сказать ребенку, что спрятано за квадратом, ну и объяснить, да, почему он так думает, то есть немножечко элементы такие вот рассуждения уже включить, а почему ты так думаешь, что ты здесь видишь, то есть вот здесь будет уже тренировка такая вот в построении текста, в построении монолога, в построении описания с элементами повествования и рассуждения. Картины могут быть разные, безусловно, но всегда нужно стараться, чтобы они несли эстетическую ценность, чтобы мы могли прикоснуться все-таки к высокому искусству. Так, дальше, следующий момент, на который мне тоже очень хочется обратить ваше внимание, почему у нас вот такая сейчас проблема, я говорю, ну с одной стороны, да, это логопедические проблемы, то есть когда ребенок не может произносить звуки, бедные лексиконы и так далее, да, здесь одни проблемы, ну и ребенок, который развивается вроде бы в норме, и речь у него развита, и все, тем не менее, здесь очень большое внимание нужно уделять не только развитию речи и мышлению. Почему у нас такие сложности? Да потому что мы сами очень мало общаемся, мы становимся интровертами, мы становимся закрытыми в связи с той жизнью, которая сейчас у нас складывается, уважаемые коллеги. Если мы с вами, например, возьмем семью, ну еще лет сто назад, тогда у нас мама занималась воспитанием, допустим, дворянка занималась воспитанием детей, там было и пять, и шесть детей, знали они много языков, и этому учила мама, то есть было постоянное вот это вот общение, взаимодействие, и дети слышали правильную, красивую русскую речь, да, вот, ну, например, если мы говорим, допустим, о дворянских традициях России, или вообще, если он даже в крестьянской семье рос, он слышал песни, он слышал сказки, ему постоянно загадывались загадки, вот, и таким образом в процессе социализации вот этого общения, вот этого восприятия живой устной речи было естественное владение речью, было развитие мышления, загадки, вот даже для взрослых, когда нам загадывают загадки, мы, в общем-то, порой и не можем найти ответа, потому что здесь нужна игра и воображения, и здесь нужно нам и мышление, да, должно нам помогать, то есть, в общем-то, это очень хорошая зарядка для ума, поэтому загадки, это мудрость народная, загадки, они у нас, мы знаем, они тематические, они разноплановые, но они нам нужны, они необходимы для того, чтобы мы, вот это, все наши когнитивные функции развивали, в том числе, речи, мышления. Так, ну, вот здесь я вижу, да, так, ну, здесь вопрос у нас появился, посоветуйте, пожалуйста, как свою речь в современных условиях развивать, ну, здесь, наверное, уже речь идет о взрослом человеке, взрослом человеке, вот здесь, наверное, все-таки самое важное, нужно читать книги, читать книги, разные книги, и художественную литературу, и научно-популярные вещи для того, чтобы свой лексикон обогащать. Это, во-первых, и во-вторых, как говорил Сент-Экзюпери, общение – это самая большая роскошь на Земле, и вот здорово было бы, здорово было бы, вот, отвечая на вопрос Елены, вам все-таки найти интересного собеседника, очень умного, эрудированного, от которого можно подчеркнуть что-то и в плане интеллекта, и в плане эмоций, то есть эмоциональное вот такое вот питание, чтобы было, и духовное питание, поэтому, безусловно, безусловно, да, хорошо, хорошо, так, ну, я думаю, что они обе очень хорошие, петербургская просто, может быть, там другие подходы, московская другие, они изначально как бы в подходах разные, но совершенство нет предела, поэтому мы, наверное, всю жизнь свою растем, и совершенствуем все, и в письменной речи, и в устной речи, и все-таки важен круг общения, важен круг общения, но и здесь я все-таки рекомендую посещать театр, больше посещать таких постановок, глубоких вещей, стараться выходить, тем более, вот вы, видите, так были ограничены, немножко я вот ушла, но были ограничены в связи с пандемией, и вот хорошие фильмы, хорошие спектакли, они всегда благотворно влияют на наш внутренний мир, нам это необходимо, потому что человек – это социальное существо, и нам хорошо и комфортно в социуме, нам нужно общаться, нам нужно вступать в этот мультилог, и не виртуальный желательно, а желательно все-таки, да-да-да, желательно все-таки в контактный, потому что нам нужны эмоции, глаза в глаза, и тактильное взаимодействие, да, за московскую фонологическую школу, да, хорошо, замечательно, так, но театральная культура, тем не менее, в постановке хорошие есть, есть хорошие спектакли, есть хорошие книги, есть хорошие фильмы, и просто нужно для себя выбирать, я вот отвечаю на вопрос Ирины, нужно для себя все-таки выбирать что-то, и это всегда, мы всегда должны с вами читать и мыслить, ну, если вот продолжая вот эту тему, да, уважаемые коллеги, тут как-то все так у нас живо в чате пошло, я скажу, что почему академики живут до 90, до 100 лет, вот, допустим, мы возьмем с вами биографию Фрункиной, там, Леонтьева, выдающихся людей, да, все они живут до 90, до 100 лет, потому что они много читают, и у них правильно развивается мозг, извилины-то должны быть какими? Извилинами, да, а когда мы перестаем читать, мы перестаем мыслить, мы перестаем анализировать, и у нас, в общем-то, наступают стадии деменции, да, и так далее, безусловно. Так вот, загадки, вы видите, уважаемые коллеги, я возвращаюсь, да, к нашей теме, спасибо большое за вопросы, если они появятся, пишите, обсуждайте, наверное, так мы с вами должны коммуницировать очень активно, спасибо вам большое. Так вот, загадки, да, даже вот нам, загадывая взрослым людям загадки, мы даже где-то, может быть, и будем затрудняться еще больше, чем дети, потому что у них мозг-то немножко другой, они еще не так по нормам живут, наверное, как мы, у них воображение такое свежее, развитое, не каждый взрослый это сохраняет, эту особенность воображения, да, глубокой старости, да. Так вот, давайте попробуем отгадать. Сер, да не волк, для наух, да не заяц, копытами, да не лошадь. Вот здесь ассоциация и вопрос о каком-то животном, в том числе, да, вижу ответы, абсолютно верно. Белым цветет, зеленым висит, красным падает. Это уже загадка о деревьях, о фруктах, да, правильно, это яблоко. Без рук рисует, без зубов кусает. Вот я специально взяла разные загадки, как бы по тематике, по визуализации, по ассоциации и по наполнению именно лексикой, да, где-то существительное, где-то у нас прилагательное, где-то глаголы. И вот вы все отгадали, прекрасно, это мороз. Вот. Хорошо, замечательно. Что быстрее всего на свете? Вот я вам загадку загадываю. Что быстрее всего на свете? Это, конечно же, то, о чем мы сегодня с вами говорим. Это мысль, абсолютно верно, это мысль. Дальше идем. Следующий вопрос. Вот сейчас, как вы знаете, если вот возвращаться так немножко в прошлую эпоху, у нас были замечательнейшие журналы, что-то еще сейчас осталось. Ну вот все, наверное, вот если даже я свое детство буду вспоминать, у нас был журнал «Мурзилка», и очень много таких интересных было журналов, из советской эпохи. Из советской эпохи, да, конечно. Вот. И там предлагались различные логические задачки, логические картинки и так далее. А вот. И сейчас как-то вот меня удивляет, что в мессенджерах появляются вот такие вещи, как бы вот это все как будто бы ноу-хау. Нет. Это все было просто. Об этом не нужно забывать, и к этому нужно возвращаться, и над этим нужно работать. Безусловно. Вот. И сейчас я прокомментирую картинку, и затем еще здесь на комментарии на вопрос тоже отвечу. Каких животных ты видишь на картинке, и сколько их? Вот здесь, во-первых, идет развитие фантазии, и развитие уже креативного мышления, что очень важно для современного вот такого нашего времени, когда мы в дальнейшем, возможно, будем создавать рекламу, рекламные слоганы, какие-то вещи, связанные с нанотехнологиями, с компьютерными технологиями. Поэтому, конечно же, развитие фантазии, развитие креативного мышления, это необходимо. И это закладывается в дошкольном возрасте, в начальном возрасте, да, вот таком, как бы до 10 лет. А вот. Ну, здесь я вижу 6 животных, да, вы написали. Да, то есть здесь игра цвета идет, и слон есть, и лошадь есть, и собака, и кошка, и мышь, и еще мы видим обезьяну, да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть животных, вы увидели. Вот здесь опять можно поработать еще более глубоко. Домашние животные, дикие животные, да, по размеру, да, животные. И вообще, что мы знаем об их жизни, какие они. То есть опять мы можем с вами углубить эту работу и построить монологические высказывания, и опять-таки поработать над развитием речи. Опять-таки синонимы, многозначные слова, умение строить словосочетания, предложения, умение создавать тексты. И самое главное, мы учимся рассуждать, рассуждать. Хорошо. И вот давайте я снова обращусь к нашему чату. Здесь у нас написано, чтобы развивать свою речь, я так считаю, нужно больше читать стихов, слух, художественные произведения. Недаром, значит, когда мы читаем перед сном и другие режимные моменты, дети воспринимают правильную, грамотную, эмоциональную речь. Так развивается слуховое восприятие речи, накапливается словарный запас. Абсолютно верно, я с вами согласна. И не случайно, вот раньше обязательно, перед сном бабушки рассказывали, мамы рассказывали, что сказки, пели колыбельные. Безусловно, это и твою речь развивает, именно устную речь. Вот если вы слушали мой вебинар о барфаэпии, да, очень важно именно вот развитие слуха, развитие речи, безусловно. Вот, поэтому рассказывание сказок. Если у вас хороший вокал, пожалуйста, даже если и не очень, но на душе и он эмоциональный, вы интонируете слушание колыбельных. Если такой возможности нет, сейчас есть прекрасные у нас аудиозаписи, аудиосказки, аудиокниги, можно это прослушать, колыбельные песни. Ну и самим для того, чтобы совершенствовать свою речь, если уж говорить о собственной речи, здесь артикуляционная гимнастика, безусловно. Различные упражнения на произношение, на чтение стихотворений, да. Мы можем брать, например, творчество Маяковского и читать, и слушать, как это делали, делал он сам, и слушать людей, которые занимаются профессиональным чтением. Конечно, то есть элемент подражания, элемент слушания, все это благоприятно сказывается на развитии нашей речи, на развитии речи детей, безусловно. То есть мы с вами, вот резюмируя все то, что мы обсудили, да, то, что мы с вами обсудили, можем сказать, что правильная, красивая речь, богатая речь, выразительная речь, эмоциональная речь, с правильной интонацией, конечно же, она формируется в правильной языковой среде, в правильной языковой среде, безусловно. Вот, и для этого нам нужен социум, конечно же. Так, идем дальше. Вот сейчас у нас очень модно является такая игра, где логика, она абсолютно всем предлагается, детям разного уровня, и взрослым, и всем нам интересно в нее играть. И вот здесь тоже очень хорошо, я здесь некоторые только аспекты вам предлагаю, какие-то картинки, вы можете свой такой подбор сделать, да, картинок. Вот эти логические задачи, они замечательны тем, что данное упражнение развивает мышление, умение думать, улавливать связь между понятиями. Такие задачи учат детей связывать причину и последствия, учат угадывать результат. Вот когда мы развиваем мышление именно в таком контексте, да, конечно, есть предрасположенность гуманитария или математик, ребенок, да, в будущем, но тем не менее, развивая логику, мы помогаем в дальнейшем решать математические какие-то задачи, да, какие-то кейсы. То есть немножечко мышление у нас другим становится, и это замечательно. И этому нужно уделять уже огромнейшее понимание в дошкольном возрасте. Итак, где логика? Ну вот, например, да, мы видим картинки, то есть здесь уже тоже ребенок может рассуждать. Здесь мы видим вот такую-то корову. Здесь вот я очень надеюсь, что современные дети смотрят мультфильмы, на которых воспитывались мы и которые с удовольствием хочется и сейчас смотреть. Вот. Простоквашина наша любимая, вот этот кот Матроскин. Дальше мы видим шоколад Аленка, российский шоколад Аленка. И мы видим океан, наверное, мы видим берег, мы видим кокос. Вот. И мы думаем, что объединяет все эти картинки, да, то есть мы описали, мы порассуждали, и мы пришли к следующему умозаключению. К какому умозаключению, коллеги, мы пришли? Логика у нас какова? Объединяет все эти картинки, то, что везде здесь что? Так, не вижу сообщения, ага. Да, все хорошо, замечательно, сейчас вижу хорошо. Да, молоко, молочное, абсолютно верно, то есть молоко, молочное. Матроскин у нас тоже заводил корову, любит молоко, да, молоко, корова дает молоко, вот, и молочное шоколад и кокосовое молоко. Абсолютно верно, то есть вот вы подобрать картинки можете абсолютно различные, на различные темы. Вот, вот, например, такая картинка, тоже очень интересно. Посмотрите, вот как вы думаете тоже, где логика, то есть вот можно здесь по-разному, кстати, вопросы построить, где логика, или четвертый лишний, почему он лишний. То есть вот здесь как раз-таки мышление, умение анализировать, сравнивать, обобщать, выявлять, сопоставлять, вот это очень важно. Вот посмотрите, то есть, во-первых, можно каким путем? Так, семейство кошачьих, то есть это общее, хорошо, замечательно. То есть вот общее, то, что это семейство кошачьих. А теперь давайте посмотрим, что различные, четвертый лишний. То есть с этими картинками абсолютно по-разному можно поработать. Вот, например, пишут по цвету, по цвету. Например, можно сказать, что по цвету у нас черный, да, то есть они вот, три кошки, так скажем, они близки по цвету, а черный не подходит. Да, или еще, правильно вы пишете, то есть дикие животные и домашняя кошка, например, домашняя кошка. Еще может быть варианты, так, хищники и домашние, да, хищники, хорошо. По расположению головы животного, абсолютно верно, можно и так, да, то есть куда смотрит голова животного, да, то есть посмотрите, по размеру, да, и так далее. Вот, то есть что у них общего, можем сказать, чем они отличаются, на каком боку, ну, абсолютно верно. То есть видите, вот у каждого свое видение, но мы с вами пришли к истине. То есть вот мы путем умозаключения, размышления, мы увидели четвертого лишнего и обосновали, почему это так. И мы увидели логику, да, вы мне сказали, что это семейство кошачьих. Так можно разные картинки опять-таки скомпоновать и это проследить. Замечательно. Так, спасибо. И вот еще, на что мне хочется обратить внимание, очень много сейчас опять этого мессенджера, но это все забытое старое и всегда вот на страницах тех еще советских журналов вот такие задания были. Они очень полезны, они очень нужны нам. Здесь, посмотрите, такое задание. Ребята вышли в лес, чтобы покататься на коньках и на лыжах. На встречу им выскочил заяц, испуганно присел и помчался дальше. Ребята погнались было за ним, но потеряли его из виду. А заяц-то никуда не убегал, он все еще на картинке. Найдете? Так, вот так. Вот здесь уже варианты у нас пошли. Замечательно. Спасибо. Вижу обратную связь. И вот здесь мы рассматриваем картинку, мы размышляем, мы думаем. У нас здесь развивается и внимание, и воображение. Кстати, если, например, эту картинку, допустим, напечатать детям, она у нас, видите, не цветная, мы можем еще добавить что? Мы можем ее раскрасить, мы можем раскрашивать и описывать эту картинку. То есть, какими цветами мы раскрашиваем, почему именно так мы это видим. То есть, вот здесь много можно сделать вариантов, работать с этой картинкой, не только заяцом нашим найти. И так между детьми внимание формировать. Конечно же, замечательно. Так, ну и вот давайте посмотрим ответ. Вот, пожалуйста, у нас ответ. Абсолютно правильно вы ответили. Да вот же он между мальчиком и девочкой, да? Вот, замечательно. Ну и здесь опять-таки мы можем, значит, и раскрасить, как я уже сказала, и описать, да? Опять-таки мы расширяем лексикон. Кто изображен? Во что он одет? Как он действует? На чем он катается? Да? Какие вот движения? Куда направляются? Какое настроение у них? Какая картина? Что окружает нас? То есть, вот это описание. Да, какое время года? Замечательно. Вот. То есть, здесь можно все это дополнить, обсудить, составить опять-таки монолог. И, безусловно, уважаемые коллеги, это все можно еще и красочно оформить, то есть еще больше визуализировать. Замечательно. Так, дальше пойдем, дальше пойдем, опять же, обратимся к нашей, так скажем, истории, да? Вот. Чей Мурзик? Чей Мурзик? На рисунке три подружки. Ира, Таня и Галя. С ними кот Мурзик. Только вот чей он? Кто хозяйка Мурзика? Давайте подумаем. Тоже мысли могут быть разные. Вот. Ира, Таня и Галя. Кто-то думает, что это Галя. Да, абсолютно верно. То есть, мы должны внимательно присмотреться, посмотреть на детали одежды, на то, как девочки выглядят. Вот. И рассмотреть внимательно нужно питомца, да, кота. Девочка, которая юбочка в клеточку, да, то есть мы вот так вот. Хорошо. А почему вы так решили? А потому что, абсолютно верно, я вижу ваши ответы правильные. Мурзик принадлежит Гале, девочке с одним бантом. Второй она отдала Мурзику. То есть мы должны это увидеть, да. Сколько бантиков, два бантика. У Гали один бантик, потому что она другой бантик, значит, повязала котику. А возможно, это соседский кот, да, возможно, но он с бантиком, значит, все равно у нас с ним, да, один банк. Да, абсолютно верно. Вот такие вот логические задачки, а их очень много, просто нужно подбирать с учетом возраста детей, безусловно. Мы можем предлагать детям. Ну и здесь обязательно, да, мы не просто логически, да, рассуждаем, размышляем. Мы обязательно связываем мышление и речь. Мышление и речь. То есть мы строим вот это высказывание по картинке. И мы учимся рассуждать, мы учимся размышлять. А почему этот кот, Мурзик, мы решили, что он принадлежит Гале? А потому что у нее один бант, а другой бант она повязала на кошку. То есть мы учимся аргументировать, как бы рассуждать и доказывать свое мнение. Что очень важно. То есть мы строим ма на луг. Так, это вот у нас работа с картинками и работа по картинам. И еще такой момент, очень интересное задание. Вот здесь тоже мы развиваем и мышление. А если у нас развивается мышление, мышление оно у нас первичное, да. Мы, конечно же, мы развиваем речь таким образом. Мы развиваем фантазию, мы развиваем воображение. Да, посмотрите, задача дорисовать каждый элемент так, чтобы получился предмет или ситуация. Ну вот, уважаемые коллеги, вы можете предложить абсолютно, абсолютно разные элементы. Абсолютно разные элементы. И, ну вот здесь, например, я предлагаю, да, может быть, какие-то варианты тоже вы предложите. Здесь уже ребенок рисует, он домысливает, он представляет. То есть вот у нас опорные такие элементы, они могут быть абсолютно разными. Можно это ограничить во времени. Можно дать неограниченное время. То есть все зависит от того, какие это дети, да, какие это дети. Вот. Но таким образом тоже, вот этот, дорисовывая каждый элемент, ситуацию и предмет, таким образом у нас развивается воображение, развивается мышление, развивается речь. То есть почему я это вижу, как я это вижу. И еще очень интересно. Вот когда дети нарисовали эти рисунки, да, можно обсудить, посмотреть, выявить тоже для себя. То есть, например, Петя и Маша нарисовали одинаковые рисунки, да, то есть они увидели предмет одинаково. А Оля, например, она увидела в этом предмете совершенно иное что-то. То есть чем-то мы похожи с вами, чем-то мы отличаемся друг от друга, да. Вот. Ну вот давайте ваши варианты. Какие можете варианты предложить? Пожалуйста, коллеги. Что-то вот здесь, первый рисунок, вот такой вот зигзаг, как бы вы завершили, вот находясь в своем взрослом состоянии. Так, человека, допустим, нарисовали. Кошку. Хорошо. Так, вот посмотрите, вот второй, может быть, видно, я вот, значит, ввожу второй вариант. Что это будет? Так, здесь змею увидели. Хорошо. Вот я бы, например, из второго варианта нарисовала горы. Почему-то я вижу горы. Вот. Здесь нарисовали бы белку. Замечательно. Хорошо. То есть мы бы продолжали. Лисенка кто-то увидел. Замечательно. Кошка получается из второго, из четвертого получается кошка. Замечательно. Хорошо. Да, я тоже вижу горы. Вот кто-то кошку. Да, лисенка. Здесь, конечно, однозначно животное. Волчонок. Ага. Так. Телочек. Хорошо. Это у нас первый ряд, да? Первый ряд. Замечательно. То есть мы дорисовали, визуализировали, домыслили, домыслили. Хорошо. Теперь давайте вот посмотрим. Хорошо, вижу. Теперь второй ряд. Посмотрите. Здесь у нас тоже три элемента. Я предлагаю такие. Вы можете свои абсолютно элементы разные предложить. Вот. Хорошо. И раздать это детям, да? И мы можем дорисовать яйцо. Кто-то дорисует, да? В преддверии Пасхи уже, да? Хорошо. Одуванчик. Качели. Бабочка. Да, можно. Хорошо. Ага. Цыпленок из коробки. То есть вот я тоже. Вот здесь я вижу зонт почему-то, да? А может быть кто-то дорисует какой-то кустарник. Замечательно. А кто-то одуванчик. Кто-то увидел тапочки домашние. Хорошо. Хвост льва. Хвост льва. Ну, может быть. Кусочек лимона. А может быть долька арбуза. А может быть долька апельсина. Метла для снеговика. Замечательно. Посмотрите. Букет цветов. Метла для снеговика. Кепка. Кепка. Да. Вот здесь мы можем дорисовать кепку. Очень интересно. То есть это может быть не обязательно какой-то предмет. Да? Это может быть и действие. Это может быть и ситуация. Зонтик укропа. Прекрасно. Вот. И вот дорисуй элементы. Вот это упражнение. Оно хорошо не только для детей дошкольного возраста. Но и начальных классов. И даже для детей пятых, шестых классов. То есть как вот такая некая разминка. Переход от, так скажем, вот этого изображения. Да? Опять-таки к мысли, к слову. Да? Вот. Может быть какой-то небольшой такой вот игровой момент на уроке. Который тоже заставляет нас мыслить. И вот эти образы рисовать. Море и айсперг. Замечательно. Спасибо за реакцию. Да. Таким образом формируется нагляднообразное мышление. Формируется логическое мышление. Безусловно, креативное мышление. Здесь несколько видов мышления формируется. Абсолютно да. Хорошо. Вот. И теперь давайте резюмируем все, что мы с вами сказали, уважаемые коллеги. Таким образом, безусловно, очень важно работать над развитием речи, над развитием мышления. Буквально с самого раннего возраста, да? С самого раннего возраста. Вот. И, конечно же, методик очень много. Но работа над словом, вот здесь я расширю, скажу. Это и работа над синонимами, это и работа над антонимами, это и работа над лексическим значением слова, а дальше уже в начальных классах мы с вами можем брать такие мини-проекты, например, словарь одного слова. Допустим, мы с вами взяли слово хлеб или родина, например, да, и поработали с детьми, с разными словарями, то есть мы уже знакомимся со словарем этимологическим, столковым словарем, орфографическим словарем, допустим, со словарем синонимов, антонимов и так далее. И смотрим со словарем фразеологизма, как это слово работает и какое оно значение имеет разных словаря. То есть дальше идем, расширяем лексикон, да, расширяем лексикон, вот. И, конечно же, дальше мы работаем над фразеологизмами, дальше мы работаем, дети, потому что не сразу они понимают значение, переносное значение, но постепенно оно сформируется. Дальше мы работаем над пословицами, над поговорками, над афоризмами, потому что, к сожалению, сейчас в современном мире, на современном вот этапе развития, Мы очень мало употребляем и сами в собственной речи пословиц, поговорок, фразеологизм. И, конечно же, мы прибегаем к загадкам, и загадки, они всегда хороши. И с детства, загадывая вот эти загадки ребенку, мы учим его ассоциативному мышлению в том числе, ассоциативному мышлению. И это тоже очень важно. И дальше мы сегодня с вами затронули картины. Обращайтесь, пожалуйста, к произведениям искусства обязательно. Берите картины для того, чтобы не каждый ребенок имеет сейчас возможность посетить. Разные причины у нас разные. Кто-то просто не хочет везти ребенка в музей или на выставку в какую-то картинную галерею. Поэтому, конечно же, если вы будете использовать на своих занятиях образцы художественные, именно классической живописи и вот такие вот задания, как вот сегодня я вам показала, применять, это здесь многоплановая работа и над словом, и над мышлением, и над эстетикой, и культурологической составляющей, безусловно, конечно же. Ну и, конечно, где логика, такие задания детям интересны, любого возраста, дорисуй элементы. Ну это вот то, что нам, например, дается в раскрасках, да, но мы идем дальше. Мы идем дальше, мы рассуждаем, мы учимся говорить и все это связывать в единой монологии. Ну что ж, коллеги, большое вам спасибо за обратную связь, за активное участие в нашем вебинаре. Пожалуйста, спасибо большое, пожалуйста, ваши вопросы, если они у вас есть, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам большое, взаимно. Да, будем читать для того, чтобы мыслить. Да, можно связаться. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До новых встреч, друзья мои.